На прямой связи со студией Лучшего радио, депутат городского совета и кандидат на пост мэра Хайфа, Кирилл Каретник. Кирилл, здравствуйте, слышите ли вы студию Лучшего? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Ну, расскажите нам поподробнее о своей инициативе. В общем-то, большое количество и русскоязычных, и евритеязычных СМИ в Израиле написали по поводу вашего письма мэру с требованием обсудить важную тему на заседании городского совета. Расскажите, какую тему и как идет рассуждение. Поскольку там вот как раз, кого тема касается, они нервничают. Да. А кто нервничает? Ну, кого вы сейчас расскажете, о ком была речь? Нервничают и те, о ком мы говорим, и нервничают и те, кто сидят в газе. Смотрите, на самом деле ситуация очень простая. На той неделе погибло 10 солдат. Они, к сожалению, подорвались. Была одна команда, которая с 5 человек, подорвалась 5 солдат, и пошла другая команда их спасать. И они, к сожалению, террористы взорвали еще одну взрывчатку, и подорвалось еще 5 солдат. Итого мы потеряли на той неделе 10 солдат. Каждый день умирает солдат. Каждый солдат – это целый мир, это чья-то жизнь. И я, как бывший спецназарист, я служил в спецподразделении по протестеризм, понимаю, насколько сложно им служить и воевать в застроенной местности. Так как мы знаем, что Граза и Палестина – это самые застроенные местности в мире. Там самое тяжелое, там вести борьбу и вести военные действия самое тяжело в мире. Только наша армия обучена, в принципе, воевать в таких местах. Поэтому, с другой стороны, мы знаем, что в Хайфе есть очень большое количество кабанов, которые мешают жителям города. Опять же, у меня ничего против кабанов нет. Хорошо, я за то, чтобы любой у меня есть собака, я был в шесть солдат-одиночка, я взял собаку с приюта после того, как закончил армию. Я люблю животных, я люблю людей, я люблю всех. Но если мы смотрим, чья жизнь важнее – солдат или животного, которые, в принципе, каким-то образом как-то мешают жителям кайфа, я говорю, давайте попробуем спасти как-то наших солдат. Что получается? Получается, что кабаны на сегодняшний день, много людей, много жителей кайфа их боятся. Они делают незаким, делают какой-то ущерб городу, делают ущерб жителям города. Я подумал, давайте объединим две эти, в принципе, идеи, давайте попробуем убрать кабанов, которые сегодня находятся у нас в Хайфе, тысячами. Мало того, Мерия каждый день убивает кабанов под предлогом, это называется на иврите хазир бар сорер. Это кабан, который приближается очень сильно к людям. То есть кабан, который очень сильно приближается к людям, который чувствует себя уверенно. Мерия обязана его убить. Они убивают сотни кабанов в год просто так. Поэтому вместо того, чтобы их просто так убивать, я говорю, давайте возьмем этих кабанов, перевезем их в газу тысячами. И таким образом мы, в принципе, решим две, это называется на иврите байот тибурьот. Первое, мы вытягиваем кабанов с города. И второе, мы спасаем наших солдат. Потому что кабаны, во-первых, это считается нечистое животное для мусульман. Я вам еще напомню, что две недели назад была другая, это крит, была другая. Кирилл, я вас перебью сейчас. Вы хотите перевезти кабанов в сектор газа, чтобы они были боевым отрядом кабанов, или просто их выпустить там на свободу, чтобы не бегать? Просто отпустить, просто выпустить, потому что я вам сейчас объясню, как это будет работать. Две недели назад, две недели назад на севере, у нас есть некометчевская организация для молодежи на хайфе, мы помогаем в сервере дня войны солдатам и перевозим разные вещи. Вот, две недели назад была Токрит. Токрит это была ситуация, в которой случай, в котором террористы Хизбалле уже спрятались на территории Израиля. Прошел там кабан, они подумали, террористы, что это армия наша, что это наши солдаты, начали стрелять по этому кабану, выдали свое местоположение, и таким образом наши солдаты увидели, где находятся террористы, и убрали их. То есть, а кабаны могут работать разведчиками? Могут работать разведчиками, если мы выпустим, допустим, две-три тысячи кабанов по газе, они будут в них стрелять, правильно? Они боятся кабанов. Они будут, они как аях сифу и такуах, они будут тебя показывать, потому что они боятся этих кабанов с одной стороны. С другой стороны, там, где есть здание ММУЛЬКОДИМ, там, где есть здание, в которое есть мины. Внутри, да. Да, внутри эти кабаны могут их с собой, в принципе, и тоже показать, сдать эти тоже позиции. Таким образом, мы решаем три проблемы. Первую, убираем кабанов с хайфа. Вторую, показываем, где находятся силы арабские, силы террористов, которые будут бояться этих кабанов. И третье, они будут показывать нам, где находятся разные заминированные здания. Нет, это тогда кабанов надо тренировать, чтобы они могли находить заминированные здания. А как еще? Если мы отправим большое количество третий, сама газа, это небольшая территория. Если мы туда отправим достаточное количество кабанов, они там просто сами везде будут ходить, и они сами все сделают. А хайфа справится с подставками кабанов? Это уже другая, это уже наша забота, это уже наша задача. Я думаю, что, дай бог, у нас будут выборы 30 января, и у нас получится провести... Жизни наших солдат, которые каждый день, к сожалению, мы теряем... Иногда это десятки, иногда это несколько, но каждый день мы теряем... Каждый солдат — это целый мир. Каждый солдат — это целый мир. Если мы не будем что-то для этого припринимать, мы так же самое будем продолжать терять наших солдат. Кирилл, скажите, пожалуйста, вот в новостях про вас и про вашу инициативу написано, что вы написали письмо мэру, чтобы обсудили вашу инициативу с кабанами на заседании Горсовета. Уже обсудили или будут обсуждать что-то, вы знаете, на эту тему? Это должно обсуждаться. Как работает сама система? Я, как депутат городского совета, сначала подаю запрос, потом после этого запроса должно быть обсуждение, и после этого обсуждение депутаты городского совета должны проголосовать за или против. На сегодняшний день почти все мои предложения прошли, это около 16-17 предложений. А не все про животных, Кирилл, или есть какие-то другие? Это была, если вы слышали, про улицу Зеленского. Назвайте улицу Василия Бланчук. Владимир Бланчук, улица Владимира Бланчука, это бывший игрок Макаби Хайфа, там, где русское консульство. Я хочу назвать эту улицу в честь человека, который, в принципе, дал когда-то, сделал что-то для нашего города, и его убили на войне в Украине. Кирилл, пользуясь случаем, мы беседуем все-таки с депутатом городского совета, одного из самого практически большого израильского города со смешанным населением. Каковы сейчас отношения между евреями и арабами в Хайфе? Отношения на самом деле нормальные. Я не вижу каких-то сильных, радикальных позиций. Они всегда есть, они везде всегда будут, но это очень маленький процент. Потому что даже сам, даже то арабское население, с которым я общаюсь, арабы-христиане и арабы-мусульмане включено, они говорят все, что никто не поддерживает то, что случилось 7 октября. Я там потерял друзей на этой вечеринке, я потерял друзей в армии, у меня брат младший сейчас служит тоже в армии по ТТФАЗа. И большинство, я верю, что это не только в Хайфе, но и вообще большинство жителей арабского сектора в Израиле не поддерживают то, что было. И в принципе поддерживают войну, которую мы сегодня, нас втянули. То есть поддерживают действия ЦААЛа? Поддерживают действия ЦААЛа. Большинство, я еще не стыкался с тем, чтобы мне кто-то сказал, что он этого не поддерживает. Есть опять же радикальные, как девушка, которая училась в Технеоне, ее сейчас выпустили в Байскадш-Вуим. Они всегда есть, этот маленький процент и будут. Это тот маленький процент, который портит в принципе тот большой процент. Но большинство, я в этом уверен, на 100% они против того, что было 7 октября и за то, чтобы навести порядок в данном случае. Кирилл, и последний вопрос. Вопросы. Некоторые говорят о том, что местные выборы, которые у нас перенесены на 31 января, что их вообще как бы отменить до лучших времен сейчас, ну в плане даже финансовом. Каждый лишний шекер должен идти на оборону. Не надо пока что его тратить на выборы мэров и городских советов. Окей, я объясню. Это позиция человека, который, к сожалению, не понимает, как работает политика. Почему? Потому что с тех пор, когда объявили выборы, то есть это было еще в сентябре, останавливаются все комиссии. Комиссия финансовая, комиссия, все комиссии полностью останавливаются. И как бы по закону кандидаты должны чисто заниматься выборами. Что это означает? Что на сегодняшний день любой город страны, у него нет бюджета, который подходит под войну на 2024 год. И для того, чтобы запустить вот эту машину и подстроить вот эти все бюджеты, и подстроить все комиссии, нужно обязательно провести выборы. Это с одной стороны. С другой стороны, если сегодня не провести выборы, давайте я вас прошу, кто от этого выигрывает? Я вам отвечу. Кирилл, ага. Я вам отвечу. Действующие мэры города. Ну, логично. Получается, потому что весь фокус на них. Получается, что это молвда, что то, чтобы не провести выборы, это самое недемократичное, что может быть в демократичной стране. Для того, чтобы наша страна дальше работала нормально, для того, чтобы бюджеты были подстроены, для того, чтобы комиссии работали, мы должны провести выборы, для того, чтобы наша страна могла дальше жить своей жизнью. У меня такой маленький вопрос, я просто 20 лет занимаюсь выборами. Как вы считаете, выборы в Украине проводить сейчас во время войны или пойти на демократичный шаг? Так это пусть украинцы решают. Нет, нет, нет. Как вот специалисту. Не демократичный шаг и не проводить выборы, например. Смотрите, я вам расскажу. Есть вещи, в которых я разбираюсь, есть вещи, в которых не разбираюсь. Я разбираюсь очень хорошо в политике города. Я за 2017 года занимаюсь политикой. Был помощником заместителя мэра. Два с половиной года, два с половиной года являюсь депутатом городского совета. На сегодняшний день баллотируюсь на мэра города. Один из самых молодых в Израиле. И, я думаю, единственный русскоговорящий, который тоже баллотируется в Израиле. В местной политике я разбираюсь хорошо. Я неплохо разбираюсь в израильской политике в общем. Но в украинской политике я не имею понятия вообще ничего. Поэтому я не могу... Ваш предвыборный спич мы услышали. Спасибо, Кирилл. Спасибо вам большое. Будьте на связи. Спасибо. Вы тоже обязательны. И удачи вам. На прямой связи со студией лучшего радио был депутат городского совета и кандидат на пост мэра Хайфа Кирилл Каретник. Ну, кроме выборов, Кирилл еще и хорошо понимает в политическом пиаре. С такими инициативами все время появляется... Кстати, без относительно этого, нам нужны новые лица в политике. Обязательно. Я 100% нужны новые лица, но я бы выборы не проводил. Почему? Тем более, что муниципальные или общий национал? Нет, у нас нет. 31 января у нас местные. Я говорю о местных. Когда выборы, есть принцип, что делают на выборах, о чем говорят, что рекламируются, какие программы. Сегодня, когда идет война, оно все смещено. И поэтому одно с другим не коррелирует. Поэтому я считаю, что в январе выборы проводить рано. Может быть, да. Но, с другой стороны, те, кто выступают за выборы, если ты обратил внимание, они говорят, что мы и так уже сделали, то есть такую поблажку, отсрочку сделали. А во-вторых, давайте докажем этим нелюдям, которые хотят уничтожить всю нашу жизнь, что мы продолжаем вести все-таки нормальную жизнь. Мы не будем плясать под диктовку палестинцев. Мы не будем танцевать под диктовку Хамаса. То, что мы с тобой говорили, это уже информационная война идет. Совершенно верно. Психологическая, кстати. Психологическая, да. Совершенно верно. Ну, на этом месте мы с вами поставим многоточие. И будем переходить в следующий информационный час. Спасибо огромное. Напоминаю, что в этом часе для вас в студии работали Станислав Спаский, Игорь Лернер, а также политолог и депутат КНЕСИТа 15-го созыва Александр Цинкер. Александр, с прошедшим вас с днем рождения еще раз. Спасибо, еще раз. И спасибо, что присоединились к нам. С днем рождения. Ну, а для всех наших слушателей и зрителей, я напоминаю, что спецэфир на лучшем радио вы можете слушать на 106.4 FM на севере Израиля. Кроме того, подключайтесь к нашей страничке на Фейсбуке, Лучшая радио Израиль. Там доступна видео-версия этой трансляции. Что касается YouTube-трансляции, то она идет с нашего второго канала под названием «Гвозди». Пожалуйста, проходите, лайкайте и ставьте комментарии, чтобы алгоритмы социальных сетей понимали, что это важная информация, которую стоит рекомендовать новым пользователям. Ну и, конечно, не забывайте про интернет-телевидение RedMax. Лучшее радио входит там в пакет каналов Израиля. Впереди выпуск новостей, после чего вернемся в эту студию. Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь на лучшем.